Говорят, у природы нет плохой погоды. Однако с этим утверждением многие бы, конечно, не согласились. Сегодня на Славянск-на-Кубани обрушился настоящий тропический ливень, и прогнозы синоптиков неутешительны. Пасмурная и дождливая погода на Кубани сохранится до выходных. Изменить ее, конечно, мы не можем, но предугадывать, что пошлет небесная канцелярия, люди научились. Изучением природных явлений занимаются метеорологи. Собранные ими данные, в том числе и на территории Славянского района, направляются во Всемирную метеорологическую организацию. Разгадать тайну природных явлений, обезопасить себя от плохих погодных условий человек пытался еще с незапамятных времен. Первые записи о погоде, дошедшей до нашего времени, велись еще за три тысячи лет до нашей эры. В России метеорологические станции появились в 1724 году после Северной морской экспедиции Витуса Беринга. В Славянске-на-Кубани метеорологическая станция образовалась более века назад. 1 июля 1904 года по решению главной геофизической обсерватории города Санкт-Петербурга на базе воинской казачьей больницы был открыт пост наблюдения за погодой. Первыми наблюдателями были медики этой больницы, как наиболее грамотные в то время люди. Располагался пост на правом берегу реки Протока. Сейчас это поселок элитный Красноармейского района. Впоследствии пост несколько раз менял свое местоположение. Он находился на территории Славянского сельскохозяйственного техникума на железнодорожной станции Протока. С 1939 года метеорологи обосновались на территории агрофирмы «Садгигант» в поселке Совхозный. Там станция работает и по сегодняшний день. Перерывы в работе были только дважды во время гражданской войны и оккупации района немецко-фашистскими захватчиками. Архив на станции хранится с 1957 года и по нынешний день. А ранние архивы находятся в Северокавказском управлении в Ростове. Так вот, за последние, получается, с 1957 по 2017 год у нас на станции зарегистрированы такие экстремальные значения. Минимальная температура воздуха самая низкая отмечалась в феврале 1958 года и составляла минус 25,4 градуса. И в январе 2006 года это было минус 29,5 градуса. Максимальная температура воздуха отмечалась в июле 1957 года плюс 28,6 градусов. И в июле 2000 года 40,3 градуса. И как бы более высоких температур на данный момент еще зарегистрировано не было в Славянском районе. Сегодня на Славянской метеорологической станции работает три человека. Дежурят они круглосуточно. Измерения проводятся каждые три часа. Полученные данные шифруются и передаются по Международному коду во Всемирную метеорологическую организацию. В случае возникновения опасных условий погоды наблюдения учащаются с промежутком в 20-30 минут, с немедленной передачей штормовой информации в МЧС и гидрометеоцентр. На вооружении метеорологов самые разные измерительные приборы, начиная от простых термометров и заканчивая современными автоматическими комплексами. Это психрометрическая будка, в которой находятся термометры минимальные, максимальные и пара смоченных термометров, которые определяют температуру наружного воздуха. Она защищенная, железинная, продуваемая со всех сторон. Это и есть температура на улице, в защищенном месте, но не на свету. Вот максимальная температура воздуха сейчас составляет 25,2 градуса. Брать ли с собой зонтик? Когда приступать к севу сельхозкультур? Будут ли работать аэропорты? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся практически всех сфер нашей жизни, нам ежедневно дают именно метеорологи. В круглосуточном режиме, без перерывов и выходных, они скрупулезно собирают и анализируют данные об изменении погоды, температуре и влажности воздуха, скорости ветра, количестве осадков, атмосферном давлении, глубине промерзания почвы, уровне воды в реках и многом-многом другом. И всё это делается для того, чтобы люди могли подготовиться к капризам погоды, а зачастую и спасти свою жизнь, если речь идёт о штормовом предупреждении. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».